Итак, у кого есть вопросы? Сандарши, если у человека напряжение внутреннее очень сильное и нет возможности делать джибериш, то как можно правильно это напряжение трансформировать в расслабление? Если у человека есть интенсивность, и у человека не может делать джибериш или любую технику, чтобы избавиться от этой негативной эмоции, то что нужно делать в этот момент? В то время как раз ты должна смотреть, когда у тебя есть злость, негодование. Когда ты очень болен, тогда тебе и нужно лекарство. Но также, когда ты очень зол, очень напряжен или очень раздражен, ты становишься заняты своими эмоциями. И верный путь, когда ты очень кипятишься внутри, когда ты очень раздражен, вот тогда тебе как раз и нужна медитация очень сильная. Просто вот уходи и иди в какой-нибудь вот уголок и делай медитацию, делай джибериш. Когда у тебя есть вот эта энергия, злость, негативные эмоции, тогда у тебя уже есть вот эта энергия. Тогда вот очень хороший джибериш случится, потому что ты уже вот кипишь весь от злости. злишься на кого-то, на друга, на мужа, на членов семьи, на родственников злишься. И вот тогда, когда ты очень злишься, ты хочешь сделать вот что-то. Очень тяжело себя в руках держать. Ты хочешь сказать всё, чтобы твоя злость вышла наружу. Ну, если ты вот выразишь всю свою злость на другого человека, то он, в свою очередь, на тебя всё это вывалит. Он тогда тоже на тебя злиться начнёт. И тогда вот будет... Вот когда ты очень кипишь, у тебя ты полна от этой энергии, ты очень раздражён. Вот тогда ты садись и делай, выбрасывай весь мусор и седай этот. Делай джибериш. Злишь? 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 Потому что джибериш – это что? Это ты вот чувствуешь злость свою на кого-то. Ты закрываешь глаза один, садишься. И вот этот вот человек, он тебя в голове, ты вот видишь его, он здесь прям. И вот делай то, что ты хочешь. Ты свободен. Хочешь бить, обижать. Даже ты захочешь убить. Возьми нож и убей его. Насколько ты хочешь. Десять-двадцать раз убей его. Это просто воображение. На самом деле, ты ничего не можешь. Потому что, если ты не можешь это сделать, и ты весь напряжен и кипишь, и ты не наблюдаешь это, тогда весь этот негатив, он рано или поздно вылится. Можешь начать драться с людьми, бежать до того, как случится. Джибриш обозначает, что всю свою злость я отдаю от пространства. Отдаю небу. И пространство, оно так работает, оно может все в себя впитать. Все, что у тебя есть. Если ты делаешь джибриш, Вся твоя энергия, которая вышла, она трансформируется в любовь. Вот к этому человеку ты можешь потом начать чувствовать любовь, сострадание. Ты станешь радостным. Поэтому, когда ты злишься, это самый лучший момент, когда тебе делать медитацию. Потому что вся твоя злость, вся эта энергия, она с тобой сейчас. Ты можешь использовать эту энергию, или потом ее направишь на кого-то другого и начнешь с кем-то драться. Или ты можешь эту энергию просто отпустить в пространство. Это медитация. Для этого ты медитируешь. И вот вторая вещь. Когда ты будешь зло на кого-то, раздражен на кого-то, в какое-то покойное настроение. Ты знаешь, что через медитацию ты можешь избавиться от этого. Но если ты будешь делать медитацию только в такие моменты, когда тебе очень плохо, она не будет успешной. Медитацию нужно делать не только когда тебе плохо, когда ты раздражен. Потому что я хочу быть хорошо. Очень хорошо, если ты делаешь медитацию, даже когда тебе хорошо. Когда ты будешь делать медитацию, когда тебе очень хорошо, тогда твоя радость будет расти. Тогда твоя любовь и радость, она будет сильнее намного. Когда очень хорошее настроение, очень любящая, очень радостная. Будь осознан. Потому что это все еще позитивная энергия. Очень любящая энергия. Позитивная. Ты ее тоже должен использовать. Это случается в медитации. Иногда любовь приходит, радость приходит. Если кто-то рядом, ты можешь поделиться. Если не происходит, поделиться с кем-то не случается. Никого нет рядом. Ты один в своем доме. Куда вот эта энергия пойдет? Ты вот можешь направить ее в себя и ее будет расти тогда еще больше. Больше радости, больше любви. В основном, когда тебе плохо, когда ты грустишь, тогда вот только ты думаешь, я вот сейчас пойду сделаю технику, медитацию. Я хочу себя почувствовать хорошо. Я хочу освободиться от этой злости. Я хочу чувствовать позитив. Когда у тебя уже хорошо, тогда особенно нужно делать медитацию. Тогда больше станет любви и радости. Медитация это что? Это что бы ни происходило, я наблюдаю. Не только когда мне грустно. Потому что когда тебе грустно, ты в любом случае хочешь остаться один, не хочешь ни с кем разговаривать, не видеться. Ты злишься, ревнуешь, не хочешь ничего. В любом случае ты захочешь остаться один. В любом случае ты останешься один. Это означает, медитация это один. Это означает, медитация это вот один. Но когда ты хорош, тогда больше хорошо. Бей медитацией. Тогда твоя медитация, твоя space, твоя радость, твоя позитивность станет более сильнее. Поэтому нужно делать медитацию, даже когда вам хорошо. Когда больше этого станет, тогда вы будете только в положительных эмоциях, если вы будете медитировать, когда вам хорошо. Когда вы будете медитировать, то вы будете в любом случае, в любом случае. И вот когда никого не будет, ты уже будешь наслаждаться своей позитивной энергией, потихоньку эта энергия станет тишиной. В основном все двигаются от грусти к радости. Кто-то более грустный, кто-то более радостный, счастливый. На утром ты можешь проснуться грустно, после обеда очень позитивно. Потом вечером. Негативный, позитивный и в общем, постоянно она так меняется. Грусть, радость, грусть, радость. Но никто не хочет уйти за пределы всего этого. Грусть пришла, ты за ней наблюдаешь и она становится любовью. И также будь свидетелем по отношению к радости. И потом эта любовь станет тишиной. Сейчас вы двигаетесь от любви к радости. А потом уже будете двигаться от любви к тишине. И потом между тишиной и любовью. Тогда родится третья энергия. Полное расслабление. Ничего не будет происходить. Там ум не может быть что-то. Потому что когда ты в негативе, ум очень сильный. А в радости эго не такие сильные. А в тишине ум просто растворяется. Он там не может находиться. Если уже появилась внутренняя радость, не нужно спешить делиться ею. Не нужно спешить обнимать, делиться, быть людьми. Смечают-ка, если это хорошо. Но сохраните в себе эту радость, эту любовь. Потому что потом придет тишина. И эта третья энергия, она вне тела. Позитивная и негативная энергия, они все в теле. Все, на что ты смотришь, оно имеет негативную и позитивную энергию. Но видение очень сложно. И спритивная означает, что я должен быть видением. Я должен идти в этой третьей энергии, вне тела, вне тела. И вот как только третья энергия просыпается в тебе, ты выходишь за пределы ума и тела. Когда ты не чувствуешь тела, ты летаешь. Ты не здесь, не на земле. Ты гуляешь по телу. Ты чувствуешь, что ты гуляешь в небесах. Тело здесь идет, гуляет, но ты нет. Нет никаких эмоций. Нет никаких эмоций. Он очень тихий и очень ослаблен. Только ты наслаждаешься своей энергией и сознанием. Это будет высокая энергия идёт в сознание. Это идет по центру. И тогда центр идет. Центр будет сильнее. Когда твоя высокая энергия идет по твоему центру, этот центр становится сильнее. Тут три энергии есть. Негативная, позитивная. И сознание. Третья энергия. это существование. Это Бог. Это вне тела, это вне ума. Ничего нет, как будто Париж в лесах. Вы вытащите, очень большой, очень высоко, очень высоко. Вы открываете, как будто появился нахуй. не делайте здесь, не создавайте здесь дом, вы пришли сюда путешествовать. Кто знает, сколько дней ты здесь будешь, может два года, десять, два, три. В любом случае, когда-нибудь ты уйдешь. Если ты спросишь, что такое истина для тебя, то это вот то, что ты однажды уйдешь отсюда. Ты не навсегда здесь. Все знают про это. Иногда вы видите, как ваши друзья умирают, родители умирают. Ты вот видишь, что родители умирают, и ты понимаешь, что если они умирают, то я умру. Вот там где-то вы сейчас сидите, вот под вами минимум десять тел похороненных. Вы уже сидите на десяти телах под вами похороненных. Тысяча лет. Люди умирают, даже сосчитать неожиданскую клону. Они приходят и уходят, приходят и уходят. Саньяси. Саньяси должен понимать, что я здесь путешествую, это не мой дом. Как вот вы сейчас сюда приехали в Гоа? Это не ваш дом. Вы взяли в аренду дом, комнату, кушаете здесь, там. Весь город ваш, иногда вы кушаете там. Если комната не нравилась, пошли поменяли комнату. Нет ничего. Скорее всего. И ты знаешь, что это не мудром, что через неделю-две месяц я уеду. Я вернусь к себе домой. Вернусь в Россию, в Италию, в Германию, где твоя работа. Это вы знаете. Вы знаете, я сюда приехала только на каникулы. Это не мое тут ничего. Вот поэтому-то несложаю. И как только вы скажете, что это мое, ваша радость закончится. Ум тогда придет. Ум это значит мое. И ваш ум закончит всю вашу радость. Ум станет жадным, привязываться начнет. Здесь ты не привязан ни к чему. Потому что ты знаешь, что тут нет ничего моего. Я уеду через три недели. Я уеду. Ты не будешь мудромным. Ты не будешь мудромным. Ты не будешь мудромным. Но когда ты идешь в твою дом, а, это моё дом, ты становишься мудромным. Это моя святость. Это мой муж. Как только приходит понимание моё, вот знайте, что приходит ум, мое тело. Мы закончим нашу любовь, нашу любовь, нашу эго. Все под властью ума, под властью эго. И эго ум может существовать только со злостью, с привязанностью, с ревностью. Он использует эти вещи, чтобы стать сильнее. Как только вы привязываете больше и больше, тогда он становится сильнее. Может быть, у вас есть дом в России, в Германии. Этот дом не ваш. Однажды он будет закончен. Сколько вы сможете жить там? 30-40 лет и всё. Я не говорю вам не создавать одно. Можете даже дворцы себе создавать. Не нужно быть бедным. Имейте дворцы, но не привязывайтесь к этому. Палейс не имеет ничего. Палейс не имеет ни одно. Палейс не имеет ни одно. Палейс не имеет ни одно. Вы можете быть привязанным с маленькой хижин. Проблема не во дворце, а в привязанности. Вы можете быть со всеми, но проблема начнется, когда придет привязанность. Как только придет, ощущение «моё, моё». У нас есть жена, но через две недели ее может не быть. Никто не знает. Никто не может дать гарантии никаких. Никто не скажет, что будет в следующем моменте. Это хорошо. Потому что если бы вы знали, что в своей жизни вы делали то и это, радости не было бы. Потому что все кино вы наперед видите, и не будет радости. Если вы сначала пришли в кино первый раз, три часа, смотрите хорошее кино, романтика, драки какие-то, драмы. Кто-то пришел. Вот друг пришел. с другом на то же самое кино. И ты не будешь наслаждаться, потому что ты знаешь, что произойдет в каждый момент. Ты уже видел это. Очень хорошо, что вы не знаете, что вас ждет в мире. Ну, в таком случае я всегда говорю, что не надо знать, что будет впереди. Не нужно знать, сколько будет детей, сколько будет денег. Если ты знаешь, то ты знаешь, что у меня есть два детей. Или у меня нет ребенка. Он говорит, что нет ребенка. Попробуй. Попробуй. О, нет ребенка. Я женился, но нет ребенка. Очень хорошо. Никто не знаешь. И каждый момент новый для вас. У каждого момента. Не знаешь, что будет. Он новый, свежий. Мы не знаем, что случится. Потом новый, а потом новые вещи. И новое всегда в чемпионом. Почему мы не обидели? Почему мы не обидели нашей семьей, женщины или мужей, мужей. Потому что мы не обидели. И почему вот мы не наслаждаемся со своей семьей, как только ты скажешь, вот я знаю. Если ты не знаешь следующего момента, то ты сможешь наслаждаться своим мужем, судьи. Поэтому вот спросите, если вы спросите мастера, он скажет, я не знаю ничего. Даже если он знает, очень много знаний к ним приходит, но скажите, не знаю. Потому что существование очень большие знания дает. Это их радость. Никакой мастер не скажет, я знаю все. Существование, оно бесконечное, ты не можешь знать, что оно где-то закончится. Оно бесконечное. Нет лимита. Пространство никогда не закончится. Хорошо, думайте о будущем, стройте планы. Ну и чтобы не случилось, принимайте. Я не говорю, не стройте планов, стройте планы. Я хочу сделать это, то, если случается, это хорошо. Если не случается, тоже хорошо. У меня был план, но он не случился, но и вам. Я просто повод для того, чтобы что-то случилось. Я не делатель. Я просто повод. Какой-то план приходит. Мой ум что-то придумывает, создает. Не, оно случается. Но если не случается, значит так надо. Значит не должно. Тогда ты будешь наслаждаться. тем, что ты делаешь. Наслаждайтесь тем, что вы делаете. Не фокусируйтесь на том, что вы достигнете. Будьте в моменте. Поэтому просто делайте медитацию каждый день. Хорошо вам или плохо не важно. Делайте медитацию каждый день. Это не так, что ты делаешь медитацию, и что-то там нехорошо тебе, и ты бросаешь. Нет, что бы ни происходило, ты должен делать. Хорошо случается? Хорошо. Ничего не случается, тоже хорошо. Я свидетель, я наблюдатель. Иногда приятное что-то приходит, иногда не очень. Наслаждайтесь этим. Наслаждайтесь этим. В основном, очень часто люди делают медитацию, чтобы быть радостным. И если они не чувствуют этой радости, они это бросают. Нам наоборот, нужно продолжать делать. Наслаждайтесь. Очень часто вы делаете медитацию, и ничего не происходит. Вообще ничего не чувствуете. Никаких изменений. Но вы не знаете, когда вы сидите один час, что-то происходит. Изменения. Происходит. Энергия работает. Энергия восхищает. Энергия восхищает. Энергия восхищает. И ничего не ждите, ничего не хотите. Вот оно случится. Медитация случится, когда вы ничего не хотите. И тогда на вас начнет изливаться. Когда вы хотите чего-то, тогда ум придет. Потому что кто хочет? Ум хочет. Ум блокирует. Препятствия между тобой и... Он становится стеной. То есть она должна уйти ей, и ты будешь чувствовать, что она просто издываться на тебя начнет. У меня был очень похожий вопрос, но ты уже ответил на него. Да, это случается. Когда кто-то спросит одно, я начинаю отвечать. И начинаю отвечать, этот человек думает, я не спрашиваю этого, а ты вот два часа уже отвечаешь. Ну, я просто... Ну, ответ всегда один. На все вопросы. Вам существование, да. 50-70 лет. Чтобы вы узнали, кто вы. По этой причине вы здесь. Узнать, кто вы и наслаждаться. Прекрасная планета. Прекрасная планета. Без полной красоты и радости. Просто помните, что ничего вашего здесь нет. Эго не сможет выдержать этого. Маленькое эго, маленькая радость. Больше эго, если ушло, больше радости нет. У вас есть или эго, или радость. Сразу оба не могут существовать, так же, как свет и тьма. Или свет, или тьма. У вас есть. Или блаженство, или эго. Просто убавьтесь от эго, и радость придет. Мы всегда живем с сознанием. С сознанием. С сознанием. Потому что радость, она всегда с ней. Но 24 часа в сутки мы живем в уме. Этот ум нужно расслабить. Он должен быть расслаблен. Потому что существование, оно всегда изливается на вас. 24 часа в сутки оно изливается на вас. Ум не может видеть всей красоты. Ему нужно отойти в сторону. Весь духовный путь состоит в том, чтобы закончить этот ум. Вы закончили, что существование здесь. Вы – существование. Вы – все. Очень просто. Очень просто это. Просто избавьтесь от ума. Ум всегда говорит моё, а люди его сделают в медитации годами. Он очень сильный. Если ты будешь продолжать, делать, делать, думать, да, я рано или поздно должен закончить это, тогда он поймёт, что вы не слушаете его. Вы просто вот заявили, что нет, я не буду тебя слушать. Ну, если вы хотите наслаждаться эго, наслаждаться умом, хорошо наслаждайтесь. Это ваше удобство. Когда вы наедитесь уже, когда вам это надоест, когда вы устанете от этой драмы вокруг. В тот день, когда вы скажете, я не хочу больше этой драмы, этого кино, тогда это случится. Ну, если вы хотите, он будет создавать разные истории для вас. Я хочу того, хочу этого. Когда вы сидите, я говорю, окей, вы пишете, сколько желаний, это очень трудно. Сначала вы не помните, сколько желаний в один час. Потом вы пишете, что очень трудно, это очень трудно. Потому что целый час, я хочу это, я хочу это, я хочу это. Это язык ума. Но если вы будете наблюдать, то сколько он хочет. Тогда он будет слабее. Медитация, это когда ты сидишь, наблюдаешь за уму, но не даешь ему сил, не даешь ему подпитки. У кого-то есть вопросы еще? Anyhow, I said everything. Same, same every day. Я каждый день одно и то же говорю. Если вы будете приходить две недели на сатанг, месяц, год, каждый год, все одно и то же будет. Сатанг на самом деле это не то, что я говорю. Сатанг это энергия. Энергия. Иисус говорил, пейте меня. Ешьте меня. Что это значит? Что это такое? Кушать меня? Нет. Пейте. Нет, не кровь. Пейте. Пейте божественность. Пейте мою. Пейте мою. Сатанг это то, что за пределами слов. Насколько вы сможете эту энергию поглотить, выпить. Настолько и... Сатанг. 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 Это значит божественность. Сатанг. Пейте божественность. Вот это понимание. Все это значит. Не важно что здесь говорится. Мbrahimшена. Эта энергия. Этаaa. Эта энергия. Эта Деваная ¡этоизменная энергия! Это божественная энергия. Будьте открыты. И слушайте Мастер, полностью открыт. Масколько мы открыты, вы полностью пришли в полностью открыты. Я полностью открыт, вы только в Москву. И если Мастер возникает в нас, свет в нас, будет работать. Сделай зеркально, зеркально, Это работа Мастера в этом состоит. Насколько вы открыты, насколько он в вас и зайдет.